Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». И у нас сегодня в гостях профессор Казанского федерального университета, заведующий кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильинская Ольга Николаевна. Здравствуйте! Добрый день! Ольга Николаевна, я думаю, что наша тема сегодняшней программы вас совершенно не удивит. Наша тема – ковид, коронавирус, эпидемия, пандемия. И хотел я с вами поговорить об этой теме вот в каком разрезе, в каком аспекте. Она очень обширная, возьмем ее, сузим. Сейчас интернет, СМИ забиты, буквально забиты информацией о каких-то рецептах, которые якобы или действительно могут помочь в деле профилактики, в первую очередь, этого заболевания. А поскольку паника, паника из среди населения достаточно ощутимая, то подобные информационные сбросы, они порождают ажиотажный спрос на подобные товары в магазинах, в аптеках. И вот я бы хотел… Скорее всего, большинство из этих предложений, рецептов – это спекуляция. Тем не менее, возможно, среди них есть какое-то здравое зерно. И я бы хотел с вашей помощью отделить зерна от плевел, что называется. А вот из тех рецептов, которые я посмотрел в интернете, которыми все на слуху, мы просто о них поговорим. И вот я хочу, чтобы вы сами в процессе нашего разговора разбили эти рецепты на три группы. Первая группа – это то, что действительно сильно может помочь, у этого есть основания. То, что, скажем так, вы не знаете, может ли это помочь. Возможно, интуитивно вы понимаете, что там есть какое-то здравое зерно. Мы отнесем это к определенной группе. И третья группа – это очевидная ахинея. Назовем вот так. Те вещи, которые никак помочь не могут, ни при каких обстоятельствах, но тем не менее, они вызывают ажиотажный какой-то все равно спрос. Я предлагаю начать с традиционных средств, которые, в общем-то, столетиями используется наш народ при любом шухере, при любой проблемной ситуации. Это чеснок, имбирь, лимон. Те вещи, которые стали вдруг неожиданно очень популярными, очень дорогими в прямом смысле этого слова. Помогут ли эти вещи в условиях нынешней пандемии и нынешнего коронавируса? У нас сегодня поставлены вопросы такого узкого плана, про которые, прежде чем говорить о том, помогает или не помогает, нужно знать против чего и как, в принципе, защищается наш организм от вирусов, от любых. Это иммунитет. Иммунитет – это иммунные клетки и выработка антител. Все. И все эти рецепты, я даже не хочу говорить, их делить на три группы и так далее, все эти рецепты, издавна сложившиеся даже в народной медицине, они полезны для укрепления иммунитета. Имбирь, зеленый чай с лимоном, чеснок, ягоды, фрукты, препараты кальций, калий, магний и так далее, вплоть до закаливания – это укрепление иммунитета. Что касается специфического иммунитета, именно коронавирусу, то никакие из этих средств специфический иммунитет не выработают. И не против какого вируса. Специфический иммунитет вырабатывается после контакта человеческой популяции с данным инфекционным агентом. И что тут нужно сказать? Вот вы правильно спросили, что же такое этот коронавирус сегодня. Он известен давным-давно. Всего к классу коронавирусов относятся 40 видов различных. И к этим 40 видам, которые встречались раньше и вызывали незначительные заболевания и у человека, и у животных, у 80 примерно процентов человеческой популяции есть специфический иммунитет. То есть они перенесли легкую форму, у них появились антитела, при встрече с этим агентом они не болеют. Но что касается именно COVID-19, то с ним человек раньше не встречался. Потому что, как мы сегодня уже знаем, и я разделяю эту точку зрения, это вирус мутантный, который появился при длительном контакте зараженных животных с человеком, летучей мыши, змеи и китайское крестьянское население. Он новый, поэтому к нему иммунитета еще нет. Но, тем не менее, по мере распространения в человеческой популяции, нужно тут как бы такой позитивный момент отметить, инфекционность вируса ослабевает. Потому что с точки зрения биологии, вирусологии, вирус не заинтересован в том, чтобы убить человека. Ему нужно жить в человеке. Это значит, что популяция будет заражаться, формы заболевания будут легче и легче, и вирус мутирует на такой же уровень, как рядовой сезонный вирус гриппа. И после этого большая часть населения нашей планеты будет иметь к нему иммунитет. Вот скажите, вы сказали, что по мере распространения вируса он будет слабеть. Правильно я понимаю, что то, что Россия, например, испытывает пандемию и вторжение этого вируса попозже, чем, например, Китай, попозже, чем Европа, это означает, что вирус будет здесь представлен в более слабой форме. Я поняла вашу мысль. Или еще рано говорить. Ну, я надеюсь, что это так. Но на самом деле у нас есть, конечно, огромные преимущества, что мы уже знали, каков геном этого вируса. Уже в Новосибирском объединении «Вектор» сделали тест-системы. То есть Россия, благодаря информации из Китая, конечно, нужно отдать им должное. Мы уже подготовлены. И вот эти меры карантина, которые мы сейчас принимаем, они, конечно, многим кажутся чрезмерными. И вы, наверное, сами замечали, есть целая группа таких оппозиционеров, которые считают, что чуть ли не все эти новости – это фейк. На самом деле не так. На самом деле пандемия есть. Потому что пандемия – это инфекция, охватывающая многие страны и большое число населения. Не надо бояться этого слова. Например, в 1982 году зафиксирована пандемия туберкулеза. Более 400 тысяч человек погибло в мире. Была в 1982-м тоже пандемия кори. Более 100 тысяч человек погибло. И да, это бывает. Но сейчас мы встретились с такой новой инфекцией. И достижение науки как раз. Расшифровка генома, механизм выработки антител, общий иммунитет и специфический. Вот это данло в информационном пространстве. Такие большие знания, которые население наше тоже с удовольствием читает и смотрит. И это все правильно? Нет, знания-то дали, понимание есть, но ведь до сих пор нет какого-то четкого универсального лекарства, которое поможет спасти людей, которые подверглись заражению. Тоже я с вами совершенно согласна. Против вирусов, в принципе, практически нет действенных средств. Вот, может быть, многие помнят, да, когда мы заболевали гриппом, ранее мы пили ремонтадин. Сейчас он признан неэффективным, не прописывается. Предлагают при вирусной инфекции принимать стимуляторы иммунитета. Лекарственные препараты, стимуляторы есть, это там интерферон, но они имеют... Это, более того, я скажу, это интерферон включен в рекомендации Минздрава по коронавирусу 2020 года. Но это то же самое, что медицинская стимуляция иммунитета. Опять же, вернёмся к имбирю, к чесноку, да, это тоже из этой серии, понимаете? То есть, если лошадиными дозами есть чеснок, имбирь, то никакого большого смысла... Но это я не могу вам сказать, на самом деле, потому что тут наверняка тоже будут какие-то неприятности с желудком. Но, тем не менее, вот очень важно обратить внимание не на тяжёлые препараты, то есть, когда человек серьёзно заболел, да, есть тяжёлые препараты, которые сродни тем, которые принимаются при СПИДе, потому что и вирусы иммунодефицита человека, и коронавирус, и вирус гриппа, кстати, это РНК, содержащие вирусы, то есть у них геном похожий. Тяжёлые препараты будут применяться, когда человек действительно заболеет, его положат в больницу. И китайцы, как вы знаете, тоже вылечили многих людей переливанием крови или плазмы от заболевших и выздоровевших, потому что у них там есть высокий тетр антител специфических COVID-19. Но для всех я бы хотела вот сказать следующее. Очень много разных противоречивых мнений о том, носить ли маску, одевать ли перчатки. И здесь действительно нужно соблюдать золотую середину. Стандартная медицинская маска, ну, как считают, вот последние я посмотрела данные, публикации, интернет, она сохраняет на внешней поверхности вирусы в течение двух часов примерно. Что это значит? Кроме того, она не плотно прилегает в области носа и скулы. И если вы вдыхаете воздух, то шанс, что вирус попадёт внутрь, под маску, тоже есть. Что же делать, да? Какая отсюда мораль? На самом деле, по улице, когда мы ходим в режиме карантина, и вокруг нас нет людей в радиусе там 50-100 метров, как мы сейчас наблюдаем в нашем городе, маска не нужна. Но если вы зашли, предположим, в автобус, где есть шанс встретить носителя, у которого, может быть, есть иммунитет, но он носитель, и вот он чихнул, с капельками слюны, в радиусе полтора метра, вирус может осесть на вашей маске. Что это значит? Это значит, приходя в места скопления людей, маску можно одеть, выйдя оттуда, её нужно немедленно снять и уничтожить, чтобы не было дальнейшего проникновения вируса, который потенциально осел на внешней поверхности. То есть обрызгать спреем, например, маску? Нет, поэтому её нужно менять. И более того, конечно, вы вот говорите, их там нет в аптеках или ещё что-то, ну вот в подземном переходе около парка культуры, пожалуйста, есть, и в аптеках есть. То есть не надо создавать паники. Особенно хороши, конечно, маски такие с респираторным клапаном. Не стандартная бумажечка, а такие, как намордничек небольшой. Но я бы не делала вот такой страх, какой мы наблюдаем у многих наших жителей, когда они идут по улице, они идут долго-долго, они идут в этой маске. Вируса нет сейчас, он не летает просто так в воздухе. Он передаётся от человека к человеку. И причём очень важно отметить, что путь заражения – это попадание вируса на слизистую рта и носа. Да? Ну, глаз может быть. Руки не будут заражены, они будут содержать, может быть, вирус, если вы затронули какие-то поверхности, где до этого побывал заболевший человек. Перчатки совершенно тут ни при чём. Вам важно дезинфицировать руки после любого прикосновения к поверхностям, которые подвергались действию таких общественных людей. И я бы предложила, например, не перчатки, а после того, как вы подержались за поручни в автобусе или там за прилавок в магазине, за тележку, носить с собой антибактериальные салфетки, тут же протирать руки, выбрасывать. Вы знаете, с вирусами, вы правильно сказали, человечество живёт давно. И уже есть достаточно популярные, известные препараты профилактического свойства для вирусов гриппа, или там герпеса, или, ну, известных вирусов. Можно ли их использовать? Вот, например, вы сказали про слизистую, там, носа, рта. Очень популярно среди, особенно вот детей, когда в материи используют, это специальные мази. Мази, аксалиновая. Аксалиновая мазь, виферон. Я вас поняла. Можно ли их использовать вот сейчас? Да, вот виферон я бы очень рекомендовала. Виферон – это мазь, стимулятор иммунитета, хорошая мазь, вредная, нетоксичная с детям, по-моему, с одного года её можно прописывать. Смазывать палочкой ватной полость, когда вы выходите на улицу, да? Например, такая известная мазь, которую мы использовали себе в детстве, профилактическая, это вьетнамская звёздочка. Ну, вряд ли, потому что звёздочка, она, скорее, снимает симптомы, когда вы уже заболели гриппом. Ну, и тоже частично. Я вам говорю откровенно, честно, как, ну, честно говоря, уж специалист в микробиологии, активных, хороших противовирусных препаратов нет. Надо укреплять иммунитет. Виферон, мазь виферон, как механизм она, как она работает, почему она может остановить этот вирус? Она не только этот, она любой вирус. Не то, что останавливает, потому что, опять же, я вам опять к своей любимой, так сказать, на конёк сажусь, стимулирует иммунитет. То есть это не маска, да? Это не респиратор? Нет, нет. Это через слизистую носа вводится. Она очень легко, она такая, ну, и стоит, кстати, доступная. Это 120-140 рублей. И как раз эти важные лекарства, которые доступны населению. И если даже люди, например, не хотят покупать антибактериальные салфетки, они могут носить пузырёчек там какой-то, пусть с водкой. Ну, а... И протирать руки. Говорят, что водка недостаточно эффективна, посок там не хватает. Конечно, лучше спирт, но это спирт аптечный сейчас плохо продаётся. Он продавался очень хорошо, если он там был. Ну, на самом деле, нет, можно же просто мыть руки, да? Мыть руки. Но вы не можете, выйдя из автобуса, тут же найти умывальник. Поэтому там я бы предлагала вот обрабатывать антибактериальными или спиртовыми салфетками руки. Вы знаете, я обратил внимание, коронавирус, он породил ещё такой даже хайп. Вот сейчас, если посмотреть наших звёзд гламурных и политических даже звёзд, они носят бэджик, так называемый плакатор вирусов. Якобы он основан на выделении гиоктина хлора. Это взрослые, серьёзные люди. Ну, вы знаете, не хочу никого ругать, но всегда ведь на волне нового интересного события рождаются такие псевдо-волны информационные, научно-популярные, которые на самом деле ничего под собой не имеют. Да, так бывает, но мы должны как люди всё-таки у науки серьёзно относиться к этому. То есть эти бэджики сразу отнесём к категории ахинеи? Ну, знаете, конечно, на мой взгляд, да, честно сказать, но можно проверять, пожалуйста. Но ведь даже те публикации, которые связаны, например, с сохранением коронавируса на бумаге, на банкнотах, на пластике, да, на металле, кто их проверял как следует? То есть применяют полимеразную церковную реакцию, чтобы выявить геном вируса, и говорят, на бумаге вирус гибнет через два часа, а на банкнотах через четыре. Это что? То есть вот вы понимаете, очень много информации, которая может быть и правдой, но я надо сто раз проверять. То есть шквал вот этих публикаций, более того, вот я как академик нашей Академии Республики Татарстан получила, например, письмо от одного деятеля, который предлагает лечить коронавирус введением внутривенно перекиси водорода. То есть это уже опасная химия. Ну что вы, конечно. То есть вы же помните в детстве, когда они йодом хотят мазать ранку, а перекиси, тут вот это все пузырится, кипит, кровь коагулирует, и вот такие предложения поступают. Очень аккуратно надо фильтровать вот всю эту информацию. Вот я просто сейчас несколько примеров, которые я накануне нашей передачи выбрал из интернета. Новая фишка вдыхания веселяющего газа. Якобы помогает для ранней стали заболевания. Нет. Для каких-то азота, закись азота. Ну, мне нечего тут сказать. Ахинея? Да. Но ахинея опасная или безопасная? Ну, конечно, опасная. Из чего ради? То есть веселящий газ, его должны уже относить к наркотическим веществам. Шарики эти надувные запретили продавать на праздниках. То есть понятно, что это не нужно. Спиртовая ингаляция. Вот тоже прочитал. Ну, якобы после возвращения домой мочишь марлю водкой, кладешь на лицо и какое-то время дышишь. Это якобы на ранней стадии поможет. Если вдруг ты вот где-то заразился первые 2-3 дня, буквально первые часы. Не могу сказать, что это стопроцентно неправильно. То есть отнесено ко второй категории? Потому что все-таки спиртовая обработка, вот рук, да, но слизистую мы не можем обработать спиртом. Она слизистая сожжется, погибнет. Точно так же, как нельзя думать, что если вы там будете регулярно выпивать какие-то крепкие алкогольные напитки на ночь, то вы не заболеете. То есть этого нет. Не могу сказать, что эта спиртовая маска поможет. Я бы скорее при подозрении на то, что кто-то на меня чихнул, тут же выбросила эту маску. И как следует сделать бы промывание носа и рта с помощью, скажем, солевого раствора или соды. Просто промыть как следует. Вот по поводу солевого раствора. Я, готовясь к нашей программе, очень внимательно посмотрел статьи, связанные с испанкой. Это знаменитая пандемия 18-20-го года, которая унесла колоссальное количество жизней. И одной из мер профилактики это было постоянное полоскание солю. То есть есть знаменитые фотографии, две литерские. Да, я понимаю. Полосит солю. Сейчас можете использовать? Конечно, потому что это практически... Ну, вы знаете, что наши жидкости, это в основном физраствор, да, это как раз 0,9% раствор натрий-хлор соли. И вот эта промывка, она дает механическое снимание слизи, то, что прилипло в данный момент на слизистой оболочке носоглотки, и смывает это. То есть то, что еще не ушло внутрь, мы успеем... Или в не том количестве уйдет внутрь. Да, да. И внутрь, вот то, что вы правильно тоже термин употребили. Ведь ковид, он имеет тропность к эпителиальным клеткам бронхов и легких. И вот до того момента, как он проник туда, его можно вымыть сразу. Я так считаю, что это есть, ну, одна из действенных мер, если вы встретились с носителем. Для профилактики, вот серьезно, я бы предложила следующее. Очень четко виферон, мазать нос, особенно детям. Более плотную маску при входе в помещение, где есть много людей, автобус, больница и так далее. На улице нет. И очень частое протирание рук спиртовыми салфетками или антибактериальными. Потому что даже если вы будете что-то держать, где-то там что-то какая-то, может быть, была инфекция, вам главное этой рукой не трогать слизистые. Все проникновение через слизистые. И плюс, возвращаясь к началу нашего, так сказать, беседы, укрепление иммунитета. Вы знаете, антибактериальные салфетки, ведь антибактериальные салфетки, они не могут уничтожить вирус. Нет, ну почему? Во-первых, они, бактерии у нас тоже есть, это тоже лишнее. Вирус не может быть убит как таковой сразу, да, если мы говорим о спиртовых салфетках. Хлоргексидин, да, вот как наполнитель этих антибактериальных салфеток. Это хорошее дезинфицирующее средство, и он смывает. Мы же не оставляем эту салфетку, мы ее должны немедленно выбросить. Все понятно. Вы знаете, есть еще такая парадоксальная, на самом деле, парадоксальная информация, она пришла из Китая, о том, что якобы у курильщиков, у тех, кто достаточно долго курил, процент тяжелого течения коронавируса, он меньше, ниже, чем у курящих. Более того, там, ну, условно, курильщики выживают. И я хочу добавить, потому что эта тема, понятно, что она всплывает регулярно, и вот совсем недавно Андрей Павлович Кельясов, когда выступал, он тоже об этом. В бизнес-онлайн он сказал, что у этого явления есть, возможно, есть теоретическое объяснение о том, что у курильщиков, у них усиленное выделение мокроты, и вирус, всегда на этой мокроте, попадает не в легкие, а в желудок, и, соответственно, там погибает. В связи с этим, есть ли какие-то препараты, которые, ну, понятно, что предложение курить всем, во-первых, это неизвестно, во-вторых, спорно, в-третьих, курить, начинать курить, ну, как бы, людям, наверное, тоже рекомендовать нам нельзя. Есть ли, может, какие-то препараты, которые выделяют мокроту тоже, позволяют выделять мокроту в большем количестве, и, возможно, они будут полезны? Ну, классические микстуры, отхаркивающие средства, если уж вам так кажется, что это будет после заражения вам полезно, пожалуйста, пейте. Или до заражения, да? Нет, до заражения, вот смотрите, мы живем в миллионном городе, у нас на сегодняшний день число заболевших в России порядка 10 тысяч. Это выявленных заболевших? Правильно. А носители, которые ходят в легкой форме, они что вы думаете, они постоянно кашлят, чихают, что ли? То есть смысл делать вот эти страшные какие-то там, ну, принимать тяжелые препараты антивирусные, смысла я в этом совершенно не вижу. Я вижу смысл в том, чтобы предотвратить потенциальное попадание инфекции, то есть защитить слизистую носа, мыть руки. Что касается курильщиков, то с Андреем Павловичем, конечно, можно согласиться, то есть одна из таких возможных теорий, связанная с тем, что идет интенсивное отслоение внешних эпителиальных клеток у курильщиков. С другой стороны, вполне возможно, что у курильщиков, бронхов и легких, есть нарушение клеточной мембраны и потеря рецепторов к вирусу. Кажется, о, прекрасно. Это не прекрасно, это просто значит о том, что курильщик быстрее умрет от онкологии. То есть он, например, не сейчас, а через какое-то время. Вы знаете, вот вы, когда мы начинали наш разговор, вы обратили внимание, подчеркнули о том, что вирус со временем слабеет. Да. Я опять вспоминая Испанку, опять вспоминая те материалы, которые я смотрел, там была одна особенность, на которую обратили внимание ученые, которые изучали после Россию, тогдашнюю Россию, Испанка практически не задела. Смертность была очень невысока от Испанки. Понятно, что 18-20-й год был брюшной тифт, гражданская война и прочие прелести после революционных событий. И тем не менее, в том числе в английских источниках говорят, что Россия Испанке избежала. Есть ли какие-то национальные особенности? Возможно ли... Я поняла ваш вопрос. Я считаю, что национальных особенностей нет, в принципе, по статусу иммунитета. То есть люди, ну, так скажем, равны. Но выработка вот этого, уровень иммунитета в разных популяциях может быть различен. И, например, в годы гражданской войны, голода, холода, то есть люди выживали за счет того, что они были закалены всеми этими невзгодами. Точно так же там дети Второй мировой войны, они вот живут до 90 лет. Ну, да, блокадники. Это стимуляция иммунитета, которая была именно порождена с закаливанием. То есть никто не переедал, никто не перепивал, никто не курил так массово вообще от нечего делать. То есть люди закалялись, они много двигались на холоде, на жаре, работали интенсивно. Это все приводит к тому, что человек становится крепче. И с этим, я думаю, и связано то, что испанка в России не унесла так много жизни. То есть более экстремальные условия жизни? Да. А кроме того, это, конечно, территории. Пока вирус распространяется на большую территорию, как я уже сказала, он ослабевает. Можно ли ждать продолжения коронавируса, если даже сейчас эпидемия пойдет на спад второй-третьей волны? Потому что вот уже испанки, например, вторая волна была куда более смертоносная, чем первая. Ну, здесь я не могу ничего предсказать, потому что, поскольку это быстро мутирующий вирус, то возможно, что будут еще всплески, и может быть, он уже будет несколько изменен. Я думаю, что испанка, то есть тот вирус гриппа тоже несколько изменился, и поэтому вызвал вторую волну заражение. Если бы вирус не менялся, популяция приобрела бы антитела, и все было бы спокойно, и чтобы на спад. То есть популяция уже приобрела антитела, но первоначальная версия вируса. К сожалению, вот еще так же, как и вирус гриппа, к вирусу гриппа, так же, как и к коронавирусу, иммунитет недолгосрочный. Вирус мутирует, нужна выработка новых антител. Но, тем не менее, я думаю, что вакцины даже предыдущего поколения, они отчасти действуют. То есть тот человек, который регулярно вакцинировался от гриппа на протяжении многих лет, от разных штампов, штаммов, Да, он им меньше имеет вероятность заболевания. Коронавирусом сейчас. Да, и в том числе же мы знаем, что вот многие говорят о том, что коронавирус, он там синтезирован искусственно, каких-то там лабораторий к нам проник, это полный бред. Потому что, возвращаясь опять к тому, что мы сказали, нет никаких национальных особенностей, которые бы помогли человеку одному, там, одной популяции, или расы, желтый, черный, не болеть, в отличие от другой. Ну, кстати, вот США... Поэтому он не синтезирован в лабораториях. Интересная статистика пришла из США. Большинство погибающих от коронавируса там, это негритянское население. Правильно, потому что они беднее, живут в антисанитарных условиях, и что касается Штатов, то это вообще же, ну, просто страшно себе представить. Там больше половины людей не имеет медицинских страховок, а даже если ты идешь по страховке в больницу, ты все равно платишь. То есть люди просто не обращаются за помощью врачебной. И, наверное, вы видели тоже, ну, такие, наша публика видела сериалы любимые, типа «Доктор Хаус», когда там человек после операции на второй день вскакивает и уходит домой. Почему? Потому что дорого. Вы знаете, у меня есть вопрос, который, он напрямую не связан с темой нашего сегодняшнего разговора по поводу препаратов и профилактических мер. Меня очень интересует вот самое, пожалуй, страшное явление в заболевании коронавирусом, это фиброз легких. То есть в процессе развития болезни переходит в тяжелую форму, начинают умирать легкие. Этот процесс вообще остановим? Или человек, который уже с ним случилось, это хозяйство, то есть отмирание легких, он уже на самом деле никогда не выберется? Нет, ну, во-первых, зависит от организма, опять же, от человека. Некоторые могут перебороть даже тяжелую стадию заболевания. Некоторые, почему умирают люди там 80+, потому что уже у них нет потенции для преодоления любых последствий инфекции. И сейчас даже ведь показано, что большинство из умерших в Италии, вот большое количество, ну, во-первых, туристическая страна, во-вторых, они вовремя не ввели карантин, большая часть людей, это вот те итальянские долгожители. Знаменитые, очевидно. Да, да. И поэтому у них уже не хватает потенции для преодоления инфекции. Говорят, кроме того, что, возможно, большая часть умерших, вошедших в статистику, они вовсе не от коронавируса умерли. Там может быть и гриппы, осложнения, бактериальные пневмонии, все что угодно, потому что все эти трупы надо было тестировать, этим некогда сейчас заниматься, надо им спасать, тем, кто заболел. Кстати, накануне коронавирусной вот этой эпидемии, пандемии, где-то за несколько месяцев, ноябрь 2019 года, в России был всплеск, всплеск легочных заболеваний. Да, да. Очень похожий на то, что мы видим сейчас, связанное с коронавирусом, пневмонии, которые не диагностировались обычным прослушиванием, диагностировались только при помощи, рентгенами даже не диагностировались, стандартным процедурам. То есть, помощью КТ можно было поймать. Достаточно было много смертей. Если посмотреть просто подборку новостных агрегаторов, ноябрь, это в такой-то области эпидемия, в такой-то области большое количество легочных заболеваний, в такой-то области воспаления легких массово идут. Не было ли это, скажем так, тем самым коронавирусом, который тогда еще не знает, что это коронавирус? Возможно, наверняка это был не тот уханьский штамм. Но коронавирусов, я вам уже сказала, их 40 видов, они мутируют, и они ищут свою нишу проживания. Какие-то в легкой форме будут давать нам инфекции, какие-то, вот как сейчас, в тяжелой форме у людей с ослабленным иммунитетом. Но я бы как-то хотела вывести на позитивную ноту, то есть это все равно не нужно пугаться пандемией. Они будут, они были и есть. Нет, одно дело пандемии ОРВИ, стандартная, обычная. Другое дело, как у них чумы, которую выросли. А пандемия СПИДа, 60 миллионов заболевших, 25 миллионов умерло с 1982 года. Вот прошло за это время почти 40 лет. Ну правильно, 25 миллионов. А у нас сейчас полтора миллиона заболевших в России. А когда от испанки за год 25-50? Испанка не повторится, потому что гигиенические условия изменились, и мы с вами стали умнее, образованнее, и будем стараться всегда укреплять наш иммунитет, в том числе и народными средствами. Я предлагаю вот на этой оптимистической ноте... Да, не будем больше о печальном. ...закончить наш уголок. Будем стараться укреплять себя, свое здоровье. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях была Ильинская Ольга Николаевна, профессор заведующей кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин